Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Последний звонок все ближе. Школа Анапы на финишной прямой. Реклама на курорте и о курорте. Знакомство с Анапой и ее возможностями для многих наших гостей начинается с аэропорта. Те, кто прилетает в Анапу, с удивлением могут увидеть приглашение на отдых в другие города, размещенные на рекламных счетах и автобусах. Почему местный здравниц уступает свое преимущество конкурентам, непонятно. Анапа ежегодно в летний сезон принимает миллионы гостей. На абсурдную ситуацию рекламу соседних курортов в Анапском аэропорту неоднократно обращал внимание подчиненных Сергей Сергеев. На недавней общегородской планерке он поставил срок. Неделя на исправление ситуации. Ну так включайте и рекламные счеты, и автобусы. Везде должна быть реклама. Наша, Анапа. Заместитель главы Людмила Терещенко сегодня побывала в аэропорту, проверив, что рекламируют на баннерах, пилонах и автобусах. У нас представлены здесь, допустим, здравницы других соседних наших курортов, а вот наша Анапа не представлена. Вот человек выходит из самолета и сразу в глаза бросается Геленджик. Почему-то наши предприниматели, наши руководители не захотели принять участие. Об этом речь идет уже полгода. Но надеюсь, что теперь ситуация изменится. Аэропорт – уникальная площадка для размещения рекламы, которая работает днем и ночью круглый год. Любая информация здесь притягивает внимание не только пассажиров, но и провожающих и встречающих. Этим должны пользоваться в первую очередь анапские здравницы и туристические объекты. Жители хутора Красный Курган не так давно открыли для себя, что их обычный маршрут движения автобусов номер 112 и 119 изменился так, что им приходится колесить по окрестностям лишний час. С жителями при этом никто не посоветовался. В ситуацию вмешался глава города и потребовал соблюсти интересы людей. Новая схема движения 112 и 119 автобусов начала действовать с 15 марта этого года. Жительница Красного Кургана Валентина Савина общественным транспортом пользуется часто. По словам Валентины Николаевны, жители хутора сразу заметили изменения. На 119 мне неудобно. Он поедет сначала, проезжая нас в поселок, на Нижнюю Гастагайку, на Красную Скалу, на дачи, пыльное, все. Или мне сойти около трассы, идти пешком по такому ветру. Бывают сумки покупки же. Зачем? Я заплатила, но пойду пешком 3 километра. Мне это очень неудобно. Мы хотим, жители, чтобы 119-й ходил, как ходил, 112-й, как ходил раньше по маршруту. Жители Красного Кургана обратились с жалобой к главе курорта. На планерном совещании Сергей Сергеев поставил задачу перед транспортным управлением – вернуть прежнюю схему маршрута. По поручению главы муниципального образования города Куртанапа с 25 мая 2015 года в связи с многочисленными обращениями жителей хутора Красный Курган будет возвращена прежняя схема движения автобусов по маршруту номер 119, город Анапа, микрорайон 12, хутор Красный Курган с заходом в соты Дружба-Надежда. Маршрут номер 112 будет идти в хутор Нижнюю Гастагайку через хутор Красный Курган с заходом в соты Дружба-Надежда в целях удобства дачников. Благоустройство не только в курортной зоне, но и в микрорайонах Анапы. Работники муниципального предприятия «Римстрой» выполняют поручения главы города обустраивают прилегающие к многоэтажкам территорию на улице Астраханской. Сотрудники «Римстрой» работают на месте середины мая. Раньше здесь устраивали стихийную стоянку для автомобилей. Машины заезжали прямо на газон. На земельный участок имели виды и предприниматели. Но глава курорта Сергей Сергеев в ответ на многочисленные просьбы анапчан не позволил появиться здесь очередному магазину или аптеке. К началу сезона территория приобретет ухоженный вид. Работа будет разбита на три этапа. Первоначальная установка бордюров, организация стоянки и асфальтирование подхода к автостоянке, саму автостоянке, проезжей части. Вторым этапом будет разрабатываться грунт. Завезем новый грунт и будет посажен материал. Новая стоянка для автомобилей будет на 18 парковочных мест. На территории проведут благоустройство и озеленение. Посадят деревья, тротуар на плитка, выложат две пешеходные дорожки, установят лавочки. Работы планируют завершить к 1 июня. Комфортной Анапы должна быть прежде всего для анапчан. Еще одна улица в 12 микрорайоне полностью обновилась. Улица Чехова постепенно приобретает новые черты. Благоустроить этот район города службам поручил глава Анапы Сергей Сергеев. На Чехово уложено 1200 метров плитки. Построен тротуар и установлен новый бордюрный камень. Под тенью высоких деревьев обновленная улочка стала очень уютной. Рабочим осталось установить урны и лавочки. Не забыли ремстроевцы о местной детворе и их родителях. К детской площадке ведут новенькие дорожки. Рядом приведено в порядок место отдыха. Сделан еще один шаг в благоустройстве нашей Анапы. В аптеках курорта проходит плановый мониторинг цен на жизненно важные лекарственные препараты. Ассортимент стандартной аптеки насчитывает более 8 тысяч лекарственных препаратов. Среди них есть определенный перечень лекарств, на которые цена регламентирована и не может свободно повышаться. Такие лекарства отпускаются строго по рецепту врача. В каждой аптеке должно быть оборудовано место, где покупатель может присесть и найти в реестре необходимый препарат, сверить отпускную и рекомендованную цену. Есть постановление правительства номер 2728Р от 30 декабря 2014 года о реестре жизненно важных и невыходимых препаратах, где фиксированная максимальная отпускная цена на жизненно важные препараты. Этот перечень включает в себя около полутора тысяч наименований, где может любой покупатель проверить цену, не завышенная она ли в аптеке. Мониторинг цен на жизненно важные препараты проводится каждые три месяца по графику. С начала года проверки еще не выявили ни одного случая завышения цен. К началу нового курортного сезона руководство реабилитационного центра «Юность» подготовило для своих отдыхающих сюрприз. Подробности в сюжете. Долгожданное событие для реабилитационного центра «Юность» и его гостей. Начинает свою работу бассейн под открытым небом. Вот и свершилось открытие нашего бассейна. Очень много положено труда здесь. Работали все. И экономисты, и бухгалтера, и строители, и все-все подразделения. Уезжая отсюда, из этой здравницы, каждый уезжающий всегда стремился на следующий год спланировать свой отпуск таким образом, чтобы попасть снова сюда. Инвестиции в собственное развитие – гарантия, что постоянные гости вернутся в любимое место отдыха. Строительство бассейна, оно будет привлекать отдыхающих. Непременно ваш курортный сезон будет на более успешном уровне, чем в прошлом году. Теплая вода в шаговой доступности, свежий воздух, шезлонги в тени многолетних сосен – что еще нужно для отличного отдыха. Считанные дни остались до последних звонков, которые вот-вот пройдут в школах курорта. Школьники и преподаватели озадачены не только подготовкой к торжественной линейке, но и предстоящими экзаменами. В перерывах между уроками и после них, без пяти минут выпускники репетируют вальсы и танго. Хочется, чтобы последняя линейка стала событием. Поют песни о школе, с которой будет нелегко проститься. Уже сейчас на глаза наворачиваются слезы. Выпускница школы номер два Лена Полторак планирует учиться в Санкт-Петербурге. Школьных товарищей будет вспоминать с теплотой. Особенно сплотила учеба в старших классах. Надеется хорошо сдать экзамены и получить золотую медаль. Кажется, что все легко, но на самом деле это не так. И когда бывают сложные минуты, главное, чтобы кто-то рядом стоял. Для меня это были такие люди, как моя мама. Папа принимал иногда участие. Галина Константиновна – мой классный руководитель. Уже начались консультации к предстоящим экзаменам. Школьники решают задания, готовятся к ЕГЭ. Кажется, все мысли ребят о формулах и правилах. У меня были проблемы с математическими предметами. С научными такими, как геометрия, алгебра, физика. Ну, получилось? Получилось. Но очень долго к этому шла, старалась, занималась. Приходилось чем-то жертвовать, своими интересами, временем свободным. И результат Маргариты – золотая медаль. Еще один медалист средней школы номер 4 Владислав Салимоненко готовится поступать в Высшую военно-космическую академию имени Можайского. Кроме учебы, в его ежедневном распорядке – спорт. Тяжело быть отличником, потому что нужно готовиться по всем предметам. Помимо предметов, еще нужно успевать физически быть здоровыми. И секрет простой. Просто нельзя ничего забрасывать. Надо постоянно идти. Если тяжело, все равно бороться со всеми препятствиями. И постоянно к чему-то хорошему стремиться. Быть круглым отличником ответственно еще и потому, что эти ребята отстаивают честь школы на олимпиадах и конференциях, в конкурсах и спортивных соревнованиях. Они настоящие звездочки и школьная гордость. Год заканчивается очень хорошо. У нас ожидается 11 человек медалистов. Где-то почти 60% выпускников 11 классов заканчивают школу без строя. Это на целая победа, знаете, вот сейчас получить золотую медаль. Есть у нас вот девочка одна, которая прибыла к нам летом с Украины. Ну, знаете, вот ее знания оказались вполне достойными. И она тоже получит уже нашу российскую золотую медаль. В прошлом учебном году медали за особые успехи в учебе получили 39 анапских выпускников. В этом году уже 91 претендент на медаль. Только этим ребятам известно, сколько труда стоят самые первые в жизни медали. Итоги учебного года подвели школьники и педагоги гимназии «Эврика». Церемония вручения премии «Успех» прошла в Доме культуры Родина. Гимназисты сменили будничную форму на нарядные платья и костюмы. Ежегодный бал по итогам учебного года – долгожданный праздник для учителей, родителей и учащихся гимназии «Эврика». Учебный 2014-2015 год был достаточно успешным. Педагоги и учащиеся активно участвовали в различных конкурсах, олимпиадах и спартакеатах. Более 300 учащихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах и конференциях. Франова Дарья заняла первое место на международной конференции в городе Саратове. Иванова Дарья и Карасева Анна сейчас в Москве в Государственной Думе защищают свои проекты в конкурсе «Меня оценят в 21 веке». По традиции вручили премии и награды. Чествовали педагогов для каждого своя номинация. «Золотой хронометр», «Совершенству нет предела» и другие. Гимназисты и педагоги подготовили творческие подарки к окончанию учебного года. «Ты даришь руки, ты даришь краски, и оживаю детские сказки, и младия учит учиться, за мною своей гордиться». Сцена пестрела от ярких костюмов, но еще ярче были эмоции. И завершит выпуск прогноз погоды. Главное, с чего хочется начать прогноз погоды на завтра, плюс 25 градусов днем ожидается в четверг в Анапе. Так и хочется сказать, неужели правда. Да, солнце нашло Анапу на карте и добралось до курорта. Теплая погода установится уже надолго. Но, как водится, через пару недель наверняка захочется проливного дождя. В хорошую погоду самое время пройтись по магазинам и заглянуть в салон-магазин изделий из камней самоцвета в тайной медной горы за приятными покупками. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Специально ко дню Великой Победы. В офтермологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтермологический центр Тризе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова